Пожар учебный, а тревога самое что ни на есть настоящая. Тверская генерация провела совместные учения с МЧС. Они уже стали традиционными, ведь проходят каждые полгода. Цель всегда неизменна – отработка алгоритма слаженных действий, направленных на оперативное устранение последствий чрезвычайной ситуации. В чем состояла легенда в этот раз и удалось ли справиться с ЧП на ТЭЦ-3, выяснил наш корреспондент. В результате диверсионного акта неизвестными был разгерметизирован резервуар номер 4, в котором находились баки с мазутом. В результате проникновения хранилища загорелась. На место незамедлительно выехали машины спасателей, полиции и медицинских служб. Всего более 24 единиц техники и 73 человек личного состава. Площадь разлива составляет ориентировочно 250 квадратных метров. В оболовку вылилось порядка 2000 мазута, который по сценарию нашего учения горит. Продуктами горения задымлена близлежащая застройка. Оперативно рядом с объектом возгорания был разложен штаб, который координировал действия спасательных команд и их взаимодействия с коллегами из других сфер. Примером такой работы стало спасение пострадавшего на пожаре. Его быстро вызволили и донесли до насилок скорой помощи. Одновременно службы приступили к ликвидации очага возгорания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Собраны все подразделения города двери. Силами личного состава потушить пожар такого масштаба не представляется возможным. Поэтому в помощь МЧС специализированы спасательные машины. В ход шла не только вода, но и пенные системы пожаротушения. Пена представляет собой очень эффективное средство, которым можно потушить очаг практически любой сложности. Тем более использовали ее как с земли, так и с воздуха. В кратчайшие сроки сотрудники службы справились с предполагаемым огнем. Предварительно были проведены расчеты. Это примерно как раз то количество времени, которое требуется для тушения такого объекта. Учения показали, что взаимодействие всех служб организовано. Были задействованы подразделения полиции, были скорая помощь, представители объекта. То есть все показали свои действия правильными. Подобные учения проводятся на объектах Тверской генерации регулярно. При этом отрабатываются наиболее опасные сценарии, чтобы в случае реального ЧП спасатели и сотрудники компании были готовы к любому развитию событий.